Ну что сказать, короче, как не какой-то рукожоп поможет так, блин, сам себе рукожоп есть передача, сам себе режиссер а есть передача, сам себе рукожоп показывать Ти-дин! Блядь, из-за вот этой хуйни получается вентилятор сделал нам очертил четкий круг это самое где-то вот разбил еще где-то разбил, короче заплющил жестко нам пол радиатора шикардосно, теперь надо будет все продувать, все паять или выбрасывать его нахер, получается что где-то отломалось по сварке и это самое достало до радиатора и покоцало его все так замечательно начиналось в торбу получается ремню генераторному одному, похоже, и второму сразу такой попандос, блин, разбирай это все ну короче хорошо хоть не побило эту самую вискомуфту с крыльчаткой натяжение то есть оказывается никакой я не рукожоп это оказывается шишига рукожоп развалилась просто за сколько за нихрена в 15-м поездке да а вот не кусок валяется помпы вон какой-то край что это ну да разбило корпус получается разлетелось нахрен все а, да тут вообще подшипник снаружи вещара, блин ахренеть вот это техника вот это, блядь тачка мечты помпа стоит, блин питерская какая-то я не помню как там фирма называется почти 100 баксов охуеть, блядь вот это техника то есть папа не рукожоп но хоть и это радует короче, вот эта штука весит сейчас пойду на весы положу даже ради интереса вот весы есть это самое ну, блин ну не могло оно из-за перегруза там не знаю во сколько там даже килограмм пусть оно весит все равно же есть натяжение ремня есть там все эти натяжения ну, рассчитано попадать в воду в какую-то так, вон весы 970 грамм ха-ха сука вот суки, а выточили сейчас взвесим проставку дюралька против дюралька грамм 350 будет весить 345 блядь, я могу колбасу взвешивать в магазине а это сказал, что килограмм где-то весит весит 970 грамм 975 то есть ну ну понятно, что она тяжелая не до такой же степени чтобы развалить подшипник короче, единственное, что во всей этой ситуации меня радует что я не оказался там конченым рукожопом который это все развалил ну, корпус сука, развалился и побило получается и побило радиатор тут еще правда, одну фигню я был взвесить но вот это наверное где-то 1,3 кг блин 2 почти 1700 и вот эта фигня получается к ней почти 3 кг добавили веса и разлетелась нахрен помпа 2700 сейчас хожу за вентилятором 345 и вентилятор получается 800 г а это вся фигня получается еще крыльчатку положу наверное будет 3 кг ого думаю даже больше наверное чем 3 это я еще пальцем придерживаю почти 4 кг подшипника хватило ровно на 15 минут с другой стороны ну блядь там же натяжение оно не слабое пипец даже не знаю вставить вискомуфту теперь но если это убрать 1,7 кг плюс крыльчатка тяжеленная 3 кг против 800 г сняли помпу которая развалилась вот получается подшипник торчит вот остатки корпуса повылетали уже сняли еще со второго мотора запаяли эти все дырки которые побило лопастями в зале сняли из одного из бушных моторов эту помпу сейчас чистим штуцуем короче и переточили проставку будет на новую одеваться вот так шкил короче на шкил вот эта штука и вот эта штука тут будет вот такая опять сборка посмотрим развалится еще раз тогда уже соберем на штатном этом самом на штатном вентиляторе пока хочется еще так попытаться пока мы не сдаемся надо опять менять ремни ездил смотрел уже думал поставить эту 12-ти лопастную крыльчатку знающие люди говорят так это 45 сантиметров 450 миллиметров а так где-то 30 чем-то там 37 лопастей больше но меньше диаметр то есть она будет менее эффективна поэтому не стал ее покупать ну а по тойоте что-то там стоит баночка тормозухи стоит там притаилась тойота продолжает вести себя как шишига это вывалился сальник все засрало вот так мегролом получается поменяли два сальника поменяли смазку и собираем назад в субботу ожидается покатуха тут вроде по тойоте ничего кроме этого сальника там особо мозги не выносило такие планы